Три судимости за четыре года. Начиная с 2018-го Сергея Белеменко регулярно судят за торговлю контрафактом. В так называемой рюмочной на Докучаевском рынке нелегальный предприниматель продает алкоголь и сигареты без акцизных марок. При этом он вкладывает в закупки товара миллионы рублей. Несмотря на юридический рецидив, Белеменко отделывается несущественными наказаниями. Трижды суд выписывал ему штрафы. Например, 52 тысячи рублей в 2018 году. Срок Белеменко получил лишь однажды. Однако и он оказался условным. В сентябре прошлого года торговца приговорили к двум годам лишения свободы условно. Также правоохранители обращали внимание и на саму рюмочную. Органы ФНС уже выявляли там нарушение, предусмотренное частью первой статьей 14.1 Коап РФ. Тогда же налоговая служба выявила факт продажи табачной продукции без акцизных марок. В июле 2020 года по тому же адресу полицейские изъяли немаркированную алкогольную и табачную продукцию на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Теперь Ленинский районный суд приступил к рассмотрению очередного дела Белеменко. Вновь уже в четвертый раз его обвиняют в торговле контрафактом. Уголовное преследование началось после выхода серии расследований нашей редакции, где и фигурировала та самая рюмочная. Как следует из позиции стороны обвинения, в период с 6 ноября 2019 года по 22 января 2021 года в неустановленном месте у неустановленного лица Белеменко закупал контрафактные алкоголь и табачные изделия на общую сумму 900 тысяч рублей. В числе товара фигурируют даже канистры с этиловым спиртом. Реализовать эти товары он собирался в Барнауле в арендованном им помещении на улице Попова. Несмотря на ход дела, точка продолжает работать. Так, неделю назад мы вновь провели контрольную закупку. Алкоголь не приобрели, но сигареты по 95 рублей якобы армянского производства купили. После закупки мы направили запрос о проверке в МВД. По нынешнему делу Белеменко может грозить до трех лет лишения свободы. Но будет ли он серьезно наказан или вновь отделается штрафом – вопрос открытый. Точно так же открытым и остается вопрос о его нахождении на свободе. Что это – удачливость или влияние покровителей? Артем Гусельников, Дмитрий Денисов, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.